Отлично. И у нас сегодня глава ЦАВ. Шестой день. Глава ЦАВ. Шестой день. Все. Поехали записывать видео, начать запись. Начать запись. Все. Итак, дорогие друзья, открываем главу ЦАВ. Но сегодня мы будем говорить в основном, опять же, про Песах. Почему про Песах? Потому что глава ЦАВ читается перед Песахом, если год не наяврите. Такое слово есть. Беременный год. Беременный год. Значит, бывает год, когда два месяца отдар, это называется беременный год. Бывает год, когда один месяц отдар, всего 12 месяцев, и этот год называется обычным. Мы сейчас находимся в обычном году, и поэтому в обычном году глава ЦАФ читается перед Песохом, а в беременном году, знаете, какая глава читается? Мицора. Мицора такая есть глава. Следующая. Год беременный, но длиннее. Сейчас, секундочку. Так, так. Все. Значит, Шаббат, к которому мы сейчас приближаемся, это Шаббат Агадоль. Он называется Большой Шаббат. Шаббат Агадоль. Значит, в этот Шаббат, 10 Несана, вот в этом году, кстати, интересно, Песох выпадает точно в тот день недели, когда был исход из Едипта. Вот как мы в этом году будем праздновать? 14 Несана. Это будет среда, переход на четверг. Так же было в год, когда выходили из Едипта. Представляете? Это очень удивительная вещь. И, ну, мы ждем, мы ждем Ашеха. Мы все ждем Ашеха. То есть, если произошла война между Россией и Украиной, то уже нельзя сказать, что во что-то нельзя поверить. Я не мог поверить в жизни, что такое может быть. И оно есть. Трампа сейчас арестуют. Президент США, вообще то, что Трамп стал президентом, это нонсенс. Это тогда было, его назвали, черный лебедь. То есть, это было просто как, откуда. Никогда в жизни такого не было, чтобы бизнесмен становился президентом США, еще такой, как Трамп. Он стал президентом. Потом все были уверены, что, причем, когда с Хилари Клинтон было, это они заготовили уже Хилари Клинтон, пора делать победы. То есть, они были уверены, что Хилари победит. Победил Трамп. Потом вдруг победил Трампа Байден. Вообще нонсенс. Байден, который вообще еле двигается. И Трамп победил Байден. Теперь Трампа садят в тюрьму. Как? Его не садят в тюрьму, но его сейчас арестовывают на этой неделе. Как? Президент США. И вдруг его сейчас арестовывают. Нонсенс. Война. Вообще, когда были события в Казахстане перед этим, да, я тоже думал. Еще отец мой был жив. Он говорит, ну, я не могу поверить. Ну, как такое может быть? А война, он вообще бы не поверил, что это происходит. Поэтому мы спокойненько ждем Машеха. То есть, это нам всем доказывает, что то, что мы ожидаем, что придет Мессия, это реально. То есть, почему нет? Почему в это не верить? Да, кто-то не хочет верить. Это его выбор. Не верить. Атеисты – это верующие люди, которые выбрали верить, что они произошли от обезьяны. То есть, все люди верующие. Просто каждый верит в какую-то свою систему ценностей, убеждений, в какие-то правила. Все-все верующие. Значит, Я верю, что написано в Талмуде, в Усной Торе сказано, что как в Ниссане, Ниссан – это месяц, вот сейчас, который идет месяц Ниссан, как в Ниссане были освобождены, да, там используется слово, также в Ниссане придет следующее избавление. Значит, мы сейчас находимся, 10-ая Ниссана. Мы ждем, конкретно ждем, когда же, когда же придет Избавитель, Агуэль, да, Избавитель и избавит нас. От чего? От чего мы должны избавиться? Мы должны избавиться от зла, которое есть в каждом из нас. И мы должны избавиться от зла, которое, получается, есть снаружи. То есть, в каждом из нас есть зло. И наружи есть зло. Смотрите, в этой недельной главе, как раз последний сегодняшний отрывок, рассказывается вот такой текст идет, да, что Моше Рабену семь дней, семь дней он приносил жертвоприношения, чтобы ввести Аарона и его сыновей в должность священник, первосвященник и коины, да, священник. И вот, значит, Моше взял там жертву специальную, жертва, на русске переводят это название, жертва уполномочения, то есть это жертва, которая их водила. И, значит, в общем, эту жертву он приносил семь дней. Сказал Моше Аарону и его сыновьям, варите мясо у входа в шадер собрания и там ешьте его с хлебом, что в корзине жертвы уполномочения, как мне было велено. И, значит, все остальное сжигайте на огне. И так он делал, в днем и ночью вы должны оставаться у входа в шадер собрания семь дней и соблюдать назначение Бога, чтобы вы не умерли, ибо так велено мне. И Аарон и его сыновья поступили в соответствии со всеми словами, которые Бог повелел через Моше. Здесь очень интересно, как бы, вот, все увидеть в целом, картину увидеть в целом. Бог создал мироздание, и когда он создал мироздание, то мы все знаем, что в шесть дней Бог сотворял небо и землю, а в седьмой день отдыхал. Это как раз начало мироздания книга Берешит. Шесть дней он создавал, в седьмой день отдыхал. Те, кто недавно учат Тору, они, конечно, удивляются и думают, как такое может быть? Шесть дней, семь дней. Действительно, это Тора говорит с нами человеческим языком. То есть люди меряют отрезки времени, называют день. То есть мы привыкли, что есть, например, вот минута. Вы знаете, кстати, метр? Вот мы привыкли метрами пользоваться. У меня дочка как-то после урока спросила, почему мешкан мерили в локтях? Говорит, это же как-то непонятно. Метр? Почему не в метрах? И мы начали с ней изучать, что такое метр. Если вы наберете, что такое метр, вы очень удивитесь. Оказывается, метр это абсолютно условная какая-то величина, которую долгое время не могли согласовать. И согласовали где-то лет двести назад. То есть она после этого, когда мы прочитали в Википедии, откуда взялся метр, она говорит, лучше мерять локтями. Локтями все понятно. А метр это вообще просто выдуманная какая-то история, которая нет ни в природе, нигде. И потом согласовали, что метр это столько-то, сделали эталон метра и начали этим метром мерять. Но метр это выдуманная история. Теперь день это невыдуманная история. Что такое день? День это от восхода солнца, например, до захода солнца. А когда солнце заходит? Когда оно скрылось за горизонтом или когда вышли звезды? Уже наступает вопрос, вот эти сумерти, это день или это ночь? Это сумерти. Тора нам говорит, что это ни день и ни ночь. Это смешанное время, в котором есть часть дня и есть часть ночи. Поэтому к шабату мы добавляем сумерти. Так как шабат это очень строго. Мы начинаем шабат с заходом солнца. То есть вот солнце скрылось, все, уже начался шабат. А заканчивается, когда шабат не с заходом солнца, а заканчивается шабат на следующий день с выходом звезд. Вот это время сумерти, которое непонятно к чему относится. Оно добавляется к шабату. Теперь день это от, допустим, от восхода солнца до выхода звезд. Но если человек взлетел на самолете и он летит вокруг Земли, на космическом таком корабле, то что для него день? Что для него день? Если для него солнце то появилось, то опустилось. Была очень интересная история, когда израильский космонавт, Илан Рамон его звали, Илан Рамон. Он полетел в шаттле в составе американской экспедиции в космос. И когда он готовился к этому полету, пути, как говорят, пути Господни неисповедимы, израильский космонавт, военный летчик, который из СМИ нерелигиозный абсолютно, его родители нерелигиозны, он сам воспитывался в коммунистическом тибуце, такой комсомолец-коммунист. И вдруг ему готовиться к этому полету, он говорит, начинают книжки читать, Тору изучать, и говорит, вы знаете, я решил вернуться к вере моих предков, моих отцов, я, значит, начинаю соблюдать кашрут, я не могу есть некошерную еду. Ему, как, что, ладно, сделали ему в тюбиках в космос вот эту всю кошерную еду. Он говорит, вы знаете, но у меня есть еще один важный момент в моей жизни. Я шаббат же начал соблюдать. И на Земле шаббат соблюдать понятно как, да, это в пятницу вечером сегодня зайдет солнце, начинается шаббат, а завтра с выходом звезд он закончится, все понятно. Говорит, а в космосе когда мы будем, что мне делать? Он же летает вокруг Земли, и у него за, по-моему, за 2-4 часа солнце всходит и заходит, там, я не помню, 8 раз или 10 раз как-то оно так у них получалось, все это мельтешило. В общем, обратились к Равинам в такой ситуации, как ему быть, что такое день для него в этой ситуации, что такое день, 6 дней работы, 7 отдыхай, когда у него все это мельтешит с дикой скоростью, он на орбите. В общем, Равины сказали, что для него шаббат это по месту его взлета, мыс Канаверал, это Калифорния, по-моему, вот когда там наступает шаббат, у него шаббат, а когда там заканчивается, у него заканчивается. Хорошо, значит, взлетели они, он все это соблюдает, первый круг вокруг Земли, он, значит, видит, а он был первый израильский космонавт, который полетел в космос, он видит Израиль, маленькая-маленькая такая, вообще, песчиночка, которая вообще не видна нас из космоса. И он, значит, когда они первый раз пролетали над Израилем, тогда все, это было такое событие для Израиля, все ждали там трансляция, и он, значит, сказал, «Шма Исраэль, аденой лаэйну, аденой эхот». Он сказал, «Шма Исраэль, слушай, Израиль, Бог всесильный наш, Бог один». И, значит, что он, это вообще, это было такое, это называется слово «Кидуш Ашем». «Кидуш Ашем» – это освящение имени Всевышнего, то есть это такое было просто вообще чудо. И когда космический корабль приземлялся, он взорвался, взорвался, и все по земле. Вот вы спросите, ну как, как такое может быть? Вот ответ, вот ответ как раз недельная глава, сказал ему Машерабейну Аарону и Сыновьян. «Семь дней вы будете говорить, семь дней, чтобы вы не отходили, вообще не отходили от шатра». «У входа в шатер откровения, сидите днем и ночью, шиватямим, семь дней». «Ушмартэм эт мишмерет ашем». И соблюдайте, мишмерет – это как бы охранение, да, соблюдайте то, что вот Бог сказал делать. «В лотаму ты не умрете, кикен цивеси». Так он мне приказал. То есть, чем ближе ты приближаешься к Богу, тем ты более находишься в таком ярком, невероятном духовном свете, который, если ты к нему готов, он тебя просто наполняет. А если ты к нему не готов, он тебя разрывает и он тебя, значит, сжигает. Значит, и чем ты ближе и выше поднялся ко Всевышнему, тем опаснее эта ситуация. Мы знаем, что сыновья Аарона, у него было четыре сына. «Надав Авиу, Элязару и Тамар» – четыре сына, которые вместе с ним стали священниками. Два сына сразу погибли. Во время жертвоприношения они принесли не то жертвоприношение. С неба спустился огонь, и они сгорели погибли. Это мы дальше будем читать. Что получается? Получается, что когда мы ждем Машеха, то примерно будет точно так же. Те, которые готовы к приходу Машеха, те, которые верили, ждали, и которые соблюдали заповеди, хоть какие-то, то в этот момент этот свет, который наполнит этот мир, он их только обрадует, он их только… это будет для них «орсамех» – веселый свет. Но тот же самый свет, который соприкоснется с людьми темными и неготовыми, то он может их сжечь. Потому что если мы возьмем электричество, запускаем в электрические сети, то материалы чистые пропускают электричество, а материалы какие-то нечистые, они сопротивляются, поднимается температура, они сгорают. Вот то же самое, мне кажется, произойдет с нервной системой людей, которые не готовы к приходу Машеха, к божественному свету. И в момент, когда этот свет проявится, они, конечно, могут сгореть. Хорошо. Значит, как было дело во время Песоха? Давайте вспомним. Почему называется Шаббат Агадоль? Шаббат Агадоль называется Велитий Шаббат этот, который происходит. Значит, за четыре дня до исхода из Египта, до Песоха, Бог сказал евреям, чтобы они взяли ягнят и привязали себе этих ягнят в домах, привязали их к кроватям. Значит, в целое есть объяснение, что это значит, но главный был момент, знаете какой? Главный был момент вот этого вот самопожертвования и выполнения воли Всевышнего, когда страшно, когда неудобно, когда это страшно было, неудобно, потому что эти ягнята, это же месяц Ниссан, какой-то сейчас начинается знак Зодиака. Кто знает, знаете Зодиака, он, конечно, сразу же вспомнил, что месяц-то сейчас какой начинается? Апрель. А месяц Апрель, как раз до 22 апреля, это какой знак Зодиака? Правильно, Овин. Овин – это ягненок. И египтяне, они служили, у них было много разных областей, множество разных идолов, но ягненок – это был один из главных идолов, и сейчас это был и месяц Ягненка. Представляете, месяц Ягненка, и они, значит, египтяне поклонялись этому ягненку. И тут вдруг евреи берут этого ягненка и привязывают к кроватям. Ягненок блеет, кричит, и египтяне спрашивают, что это вы, Овин, да, что это вы нашего овна к кроватям привязываете? Они говорят, у нас жертва сейчас будет, жертвоприношение овнов, будем делать сейчас, Бог сказал делать жертвоприношение. Египтяне вообще как, что, где? То есть это было очень страшно. Проявить это было невероятно страшно. Вообще как? И вот в этом как раз и проявляется вера в Бога, да? Вот, например, почему, значит, тоталитарные режимы, они часто очень, очень часто они убирают, вот как коммунисты, убирали веру в Бога вообще. А если это тоталитарные режимы не коммунисты, то они могут выбрать, вот как Иран, например, да, это тоталитарный режим, которые выбрали вот шииты, да, вот они свое какое-то направление выбрали, и все остальное они тоже угнетают, потому что они хотят контролировать мысли людей. И вот, значит, они в то время выступили против идолов. Это то же самое, что сейчас бы, например, в России не один-два человека вышли, а вышли бы, например, там миллион человек на улице, и сказали бы, мы, значит, против войны. Мы не хотим умирать за то, чтобы захватывать какую-то соседнюю страну, которая нам не нужна. Россия самая большая страна в мире, одна из самых богатых. Нам достаточно, нам не нужна никакая Украина. И пускай, значит, если они себе хотят там, пусть что хотят, то и делают. Почему нет? Но страшно, потому что запугали людей, люди не могут выйти на улицы. Я уверен, что так думают в России ни миллионы, ни два, а я думаю, что из 120 миллионов думают, что эта война не нужна, но 50 миллионов точно. Но страшно, очень страшно выйти и сказать. А почему страшно? Потому что верят они, что милиция управляет их жизнями, а не Всевышний. А когда человек верит в Бога по-настоящему, он говорит, Всевышний, ты управляешь миром, я верю в тебя, я против войны. Не хочу, чтобы убивали людей, не хочу, чтобы умирали люди просто так. Война же это гонят людей. Представьте, сотни тысяч людей сейчас гонят, чтобы они убивали, и их могут убить. Они не хотят, никто не хочет умирать. Нету причины идти в Украину и воевать за что? За территорию, у России полно территорий. За национализм в Украинской Верховной Раде не было ни одной националистической партии. Ни одной. Они не прошли даже 1-2% барьера. То есть были слуга народа, ну то есть я жил в Украине, ничего там не было. То есть полностью выдуманная война, и народ сейчас страдает, сотни тысяч людей должны умирать за какую-то гордость. Я не знаю даже за что, ну тот, кто начал эту войну. Страхи. Так они, значит, вернемся к Песоху. Вот это была их проверка. Это была их проверка, смогут ли они не испугаться, взять вот этого идола египетского, и что будет. И они не испугались. Они не испугались, поэтому это называется шабата-гадоль. Вот я даже сейчас говорю, я же все-таки советский гражданин, да, который вырос в Советском Союзе. Я говорю против войны, а мне страшно. Потому что нас так прессовала идеология советская. Так она нас, знаете, прям впитали. Я помню, ужас был. У меня в школе все время страшно было, что сейчас вызовут родителей, там, и у них же это начинается. Родители отвечают за детей, свободы слова нет. Это страх. Хорошо, вот евреи не испугались. Тогда взяли этого ягненка, привязали к кровати, а потом 14-го Ниссана принесли в жертву. Жертва Песох, значит, и смазали этой кровью этого ягненка, смазали притолки, да, эти самые, косяки дверей дома своего. И Всевышний, значит, в это время, когда была казнь первенцев, он перескативал через дома евреев, и они остались живы. Это очень интересная вещь такая, да, очень интересная вещь. Как человеку действительно страшно отпустить свою веру, что все зависит от него самого, что контроль, я должен контролировать свою жизнь, я должен, я должен, я должен. И положиться на Всевышнего, сказать, что Всевышний все от тебя, все от тебя, от меня моя вера в тебя. То есть я выполняю то, что ты мне сказал делать, и Всевышний, он же от нас ничего плохого не хочет, да, он хочет, чтобы мы работали, женились, выполняли честно свою работу, не делали зла, рожали детей, воспитывали их добрыми, честными, и все, вот что хочет от нас Всевышний. То есть он же не хочет от нас ничего плохого. А жертвоприношение, это называется курбан. Курбан, это на иврите от слова ликарев, приблизить. Когда мы приносим жертвоприношение, то мы на самом деле в этот момент приближаемся ко Всевышнему. Мы вырываемся, мы как будто мы, это все метафоры, вот есть животный мир, да, животный мир, и в нас есть вот эта животная часть. Когда мы приносим ее в жертву ради своей духовности, ради духовной связи со Всевышним. И в этот момент это как раз является жертвоприношение. И Песах это как раз яркий пример. И у меня вам скажу, вы знаете, интересно было вчера, я, как раз у нас был урок, что по подготовке к Песаху видно, насколько для тебя важно по-настоящему духовность. Потому что рассуждать про духовность слегка и приятно, а готовиться к ней, да, прикладывать усилия, особенно если это страшно, особенно если это затратно, это сложно. И вот тут проверяется по-настоящему вера. Я, было так интересно, я когда ехал до урока, я жене как раз говорю, вот ты знаешь, хочу так, я вот у меня талант, люблю работать, хочу только работать. И у меня вот вся вот эта вот домашняя подготовка к Шабату, подготовка к праздникам, это для меня так тяжело. И после урока я вчера выхожу, говорю, все, я буду готовиться к празднику, к Шабату, это самое главное, это в жизни самое главное. А сейчас опять у меня, вот знаете, все равно сейчас ехать в магазин, я очень это не люблю, но я понимаю, вот это мое жертвоприношение. Блин, Эдер Лявдель, да, чтобы нельзя так говорить, это не жертвоприношение, но это как будто бы я приношу в жертву себя, свое время, свое желание. Я сейчас еду, значит, готовиться к Песоху, там, покупать что-то, ставить в очередях, лично сам, не буду никого просить, не буду никому поручать, а лично буду это делать, потому что вот тут как раз и проверяется, насколько ты веришь. Сделай действие, которое противоречит твоей природе, и это называется мессерут нефеш, это называется самоотдача, это называется принести свою животную душу в жертву и приблизиться к Всевышнему. И Всевышний, конечно, он специально это сделал, чтобы мы зарабатывали для себя вот эту вот вечную награду и чувствовали радость. Я помню вчера, по-моему, почему Всевышний, а, я вчера зашел по стригся, да, и там такая религиозная, ребята, парикмахеры, такая парикмахерская, и один спрашивает, почему я сказал, работа, что-то зашел разговор про работу, я говорю, человек рожден для труда, И один говорит, а зачем Всевышний так сделал, чтобы, ну, чтобы человек работал все время, зачем Всевышний сделал, чтобы человек работал? А второй ему говорит, слушай, если бы ты не работал, чем бы ты занимался? Вот скажи мне, чем бы ты занимался, если бы ты не работал? И все стало понятно, вот что такое простая житейская мудрость? То есть, если ты выполняешь работу, человек не может быть в пустоте, ты или выполняешь заповеди, учишь Тору, занимаешься работой, бытом, улучшением чего-то, или ты бездельничаешь, проводишь время в пустую, или ты живешь пустой, пустой, бесполезной жизнью, и написано в Талмуде, что тот, кто не работает, он сходит с ума. То есть, женщина, даже написано, если у тебя жена, даже сама, ты богатый, и все, она должна заниматься домашней работой. Если она не будет заниматься домашней работой, она сойдет с ума. Так написано в Талмуде, трактатик Тубот. И это правильно, человек, который бездельник, который ничем не занимается, он просто сходит с ума. Поэтому, все, сейчас за работу, готовимся к шабату, учим Тору, выполняем заповеди, готовимся к Песоху, убираем дом, выкидываем все лишнее, начинаем новый этап в жизни. Шаббат Агадоль, это великий шаббат, когда мы должны зарезать всех своих идолов, принести этих всех идолов в жертву, убрать их, да, не в жертву их, а разрушить. И следующая вся неделя посвящена подготовке к Песоху. И, значит, в среду вечером, Пасхальная Агада и освобождение. Четыре бокала вина, четыре стадии освобождения. Читаем Пасхальную Агаду. Мы вам тоже пришлем, как готовиться к Песоху, да, давайте попросим. Яков Шатанин, обычно Рафпинхас Вышедский делает отличные, самые лучшие. Он делает такие пошаговые гайды, как надо готовиться. И Пасхальная Агада тоже надо скачать, распечатать, купить, зайдите в Синагоги, чтобы прочитать вот это вот время исхода из Египта. Все, всем счастливо, шаббат шалом, удачи, успехов, всего хорошего, чтобы Всевышний услышал ваши молитвы, чтобы, как говорится, чтобы Бог и молеколь мишилот лебеха литова тэха, чтобы Бог заполнил, выполнил все запросы твоего сердца для твоего добра. Удачи!